В России пикапы по непонятным причинам не слишком жалуют. Однако на планете есть немало мест, где грузопассажирские машины считаются самым правильным видом транспорта. Это Азия, Африка, Австралия, некоторые страны Европы, вроде Португалии, и, конечно, США, где траки стали практически национальным достоянием. Среди пикапов безусловный лидер фордовская F-серия, но её младший брат, Рейнджер, тоже продаётся достаточно бодро. В общемировом масштабе уступая лишь Тойоте Хайлакс. Нынешний Рейнджер прожил долгие 11 лет, так что затягивать вывод новой генерации становилось чревато падением продаж. Разработку свежего поколения курировал австралийский инженерный центр Форда. Поэтому логично, что новинку презентовали именно на зелёном континенте. Характеристики пока не раскрыты, но основным заявлен двухлитровый четырёхцилиндровый турбо или битурбодизель. Итого в трёх вариантах мощности. А на смену пятицилиндровому рядному мотору придёт агрегат V6. Шестиступенчатая механическая коробка передач новая. А вот младший шестидиапазонный автомат остался прежним. Хотя мощным версиям положена трансмиссия на 10 ступеней. Систем полного привода сразу две. Первая с жёстким подключением передка, а вторая с межжесевым дифференциалом. Со сменой поколений пикап остался приверженцем ресор сзади. Но чтобы повысить комфорт и улучшить управляемость, подвеску слегка перенастроили. Пока представлены лишь полуторный и двухрядный варианты кабин. Но однорядное исполнение также будет. В салоне стало больше мест для хранения вещей. Кроме того, Ford Ranger обзавёлся современными электронными помощниками. В плане грузовых умений свои премьеры. На платформе стало больше креплений. За задними колёсами появились ступеньки. А за доплату предложена бытовая розетка. Расширенный кузов теперь вмещает стандартную европалету. География продаж будет включать более 180 рынков по всему миру. Правда, старт выйдет отложенным. Так, следующим летом новинку первыми оценят Таиланд и ЮАР. В Европу новый пикап подоспеет не раньше 2023 года. А в США Ranger седьмого поколения приедет позднее всего. В России новичок появиться вроде бы не должен. Однако руководство российского Солерс Форда недавно проговорилось, что раздумывает над выпуском больших внедорожников Ford. А из свежего Ranger обязательно сделают машину под названием Everest. И он теоретически имеет шансы получить российскую прописку. Редактор субтитров А.Семкин